Здравствуйте, друзья! Сразу скажу, что видео будет для тех, кто любит смотреть про реставрацию старых приборов. Это не обзор, это чисто восстановление внешнего вида и работоспособности радиометра. В общем, так уж получилось, что мне очень понравились радиометры попутного поиска «Спутник-1». И я уже снял два видео про них. Первый мой прибор – это был «Спутник» 1968 года. Вот он, в бирюзовом цвете. Второй прибор уже 1959 года. Он светло-коричневый. Но выпускались ещё также и серые «Спутники». Поэтому мне хотелось дополнить свою коллекцию и таким экземпляром. И вот внезапно мне посчастливилось купить серый «Спутник». И спустя какое-то время он ко мне приехал. Как видите, состояние у него не ахти. Корпус прибора ужасно грязный. Он даже потерял свой первоначальный цвет. Видимо, им очень много пользовались, либо же обращались очень неаккуратно. Поэтому краска корпуса приобрела желтоватый оттенок. Обычно такое случается с пластиком при выгорании на солнце. Но тут какая-то другая причина. Металлические детали имеют повреждение хромированного покрытия. И во многих местах проступает ржавчина. Про механическую грязь я уж и говорить не буду. Её здесь достаточно. Одно из ушек для крепления ремня вместо заклёпок привинчено винтами. Стрелка микроамперметра красного цвета. Что говорит нам о том, что измерительный механизм неоригинальный. И забегая вперёд, сразу скажу, что микроамперметр не работает. Кроме того, сломана ручка регулятора под диапазонов. Интересно, что у этого прибора не указан год выпуска. Есть только эмблема киевского радиозавода и серийный номер. Поэтому год можно будет определить только по маркировке деталей внутри пульта. Корпус датчика здесь от другого прибора. Отличается по цвету от пульта. Плёнка, как ни странно, цела. Но её вид настолько безобразный, что оставлять такое, к сожалению, нельзя. Под плёнкой видны очень сильные окислы. Внутри всего три счётчика STS-5. Но два из них неисправны. Работоспособен только один. Теперь откроем корпус пульта. Сразу обратите внимание, внутри кожуха виден оригинальный серый цвет краски. Сравните его с тем, что снаружи. Внутри тоже грязновато. Опять видны окислы и грязь внутри батарейного отсека. Трансформатор перематывался предыдущим владельцем. Также вместо триода P13 стоит MP37. Причём он обратной полярности. Маленький селеновый примитель, судя по всему, неисправен. Потому что параллельно с ним стоит современный диод. Теперь я всё же предлагаю попробовать включить спутник и проверить, работает ли он вообще. Ну, я, конечно, уже знаю ответ на этот вопрос, но покажу и вам. Я уже сказал, что микроамперметр неисправен. А нам необходимо настроить режим питания. То есть, правильное рабочее напряжение на счётчиках. Тут есть три способа это сделать. Можно настроить на слух, когда пойдут щелчки на счётчики. Можно также подключить исправный микроамперметр. А я воспользуюсь третьим способом. Измерю напряжение непосредственно на счётчике с помощью электростатического вольтметра. Нам нужно установить напряжение около 400 вольт, как наиболее подходящее для работы счётчиков СТС-5. Подключим вольтметр к выводам держателей счётчиков. Теперь ручку настройки режима питания переводим влево. И включаем спутник. Поворачиваем регулятор режима, пока у нас указатель не дойдёт до 400 вольт. Вот у нас 400 вольт. Это значит, что питание счётчиков настроено правильно. Но ещё раз повторюсь, что это всего лишь один из способов настройки режима питания. Я его показал для интереса. Переключаемся в режим измерения. Если поднести источник излучения, то мы слышим щелчки звукового извещателя. То есть, можно заключить, что прибор условно исправен. Во-первых, он обеспечивает рабочее напряжение для счётчиков. Во-вторых, нормализатор импульсов работает. Правда, мы не можем пока проверить, работает ли интегрирующая цепь. Поэтому для начала я установлю рабочий микроамперметр. У меня как раз есть ещё одна запасная головка М130. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже показания есть. Хотя у меня есть сомнения в их правильности. Продолжение следует... Давайте посмотрим на даты выпуска радиодеталей, которые не перепаивались. Тогда мы сможем определить год производства этого спутника. Вот этот потенциометр 1963 года, а этот 1967, но он явно перепаивался, так как отсутствует защитный лак. Вот этот 1964 года и зелёный лак присутствует, однако это всё равно не оригинальный потенциометр. Во-первых, его номинал 2,5 кОм, а должно быть 1,5 кОм. Во-вторых, есть маркировка производителя WZR, а производитель должен быть другой, без маркировки. В-третьих, нет лака на точке пайки его корпуса. Вот эти два конденсатора 1963 года. Этот конденсатор тоже 1963 года. Сленовые выпрямители тоже 1963. Газовый стабилитрон 1966 года, и он тоже менялся. Перепаянные детали мы в расчёт не принимаем, а год выпуска, очевидно, 1963. По поводу нештатного транзистора. У меня был план всё-таки заменить его на оригинальный P13A, но потом я подумал, раз уж прибор работает, то зачем мне это делать. Ведь транзистор сейчас стоит MP37, это всё-таки советский транзистор, а не какой-нибудь современный, и характеристикам соответствует. Кроме того, поскольку у транзисторов отличается полярность, то надо переворачивать питание, а мне с этим разбираться неохота. Да и покупать P13 тоже нет желания. А вот селеновый выпрямитель я всё-таки заменю, потому что современному диоду в приборе 1963 года делать совсем нечего, а выпрямитель у меня есть. Попутно я ещё обнаружил два резистора с неправильными номиналами. Они должны быть по 750 кОм, а здесь один на 430 кОм, другой на 1,8 мегаома. Эти резисторы влияют на поддиапазоны, и, наверное, имеет смысл их поменять на правильные. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин работает, то можно заняться его внешним видом. Во-первых, надо его почистить изнутри. Тут очень много пыли, и я её постараюсь удалить с помощью кисточки и спирта. Не думаю, что это сильно поможет, но всё-таки лишним не будет. Теперь постараюсь максимально убрать грязь с корпуса. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! К моему большому удивлению, всё замечательно очистилось, и прибор вернул свой первоначальный цвет. Осталось только удалить ржавчину из доступных мест. Субтитры подогнал «Симон»! Теперь можно заняться окрашиванием. Вот этот ободок я подкрашу баллончиком, а всё остальное – кисточкой. Немножко не совпал оттенок краски, но это было ожидаемо. Ничего страшного. КОНЕЦ Наконец пришло время датчика. Корпус зонда имеет неправильный цвет, и его придётся перекрасить полностью. Для начала, конечно, надо отклеить плёнку, но вряд ли мне это удастся сделать без повреждений. Затем почищу металл от окислов и остатков клея. А красить буду из баллончика молотковой эмалью. Это хорошая алкидная эмаль, застывает она долго, но зато очень прочная. Клей я очистил. В общем, всё хорошо получилось. Сейчас я обклею корпус скотчем и покрашу его из баллончика. Ну, это буду делать уже за кадром. Если помните, у меня была сломана ручка переключателя под диапазон. Сначала я хотел восстановить отломанные куски с помощью подкрашенной эпоксидной смолы. Но потом нашёл донорскую ручку. Её я и поставлю. Плёнку от датчика я отмыл. И после этого выяснились два момента. Во-первых, она была не жёлтая, а грязная. Во-вторых, плёнка не родная. Это просто какая-то прозрачная плёнка. Поэтому её я использовать не буду. А приклею ПВХ зелёного цвета, как в оригинале. Ну, давайте ещё раз вспомним, каким спутник ко мне приехал. И вот, что у меня в итоге получилось. Радиометр внешне очень сильно помолодел. А кроме того, я кое-что улучшил и внутри. Два резистора для работы под диапазонов я заменил не зря. До этой замены спутник неверно измерял мощность излучения и не поддавался калибровке. После замены мне удалось правильно его настроить. А вот родной селеновый выпрямитель оказался исправным. И я всё-таки вернул его на место. Очевидно, параллельный диод был установлен, чтобы уменьшить падение напряжения на выпрямителе. Кроме того, я добавил в зонд ещё два счётчика. Хотя надо заметить, показания спутника не зависят от того, сколько счётчиков установлено. Хоть один, хоть пять. Не знаю, как прибор компенсирует отсутствующие счётчики. Но на всех моих спутниках это так. Если я ошибаюсь, напишите. И ещё была одна проблема, о которой я не упоминал. Возможно, вы обратили внимание, что регулятор режима работает очень плохо. Стрелка резко меняет своё положение при малейшем прикосновении. Поэтому мне пришлось заменить потенциометр режима. Он действительно оказался нештатным и с неправильным номиналом. Потому что я обнаружил ещё одно место пайки при замене. А я в итоге поставил исправный потенциометр с сопротивлением 1,5 кОм, как и должно быть по спецификации. И теперь настройка режима питания стала более плавная. И этим уже можно нормально пользоваться. На текущий момент у меня три таких красавца. И можно сказать, что коллекция собрана. Правда, пока я снимал это видео, были обнаружены ещё одни из самых ранних спутников 1958 года. Они имеют серо-зеленоватый цвет. Может быть, однажды мне удастся найти и такой редчайший прибор. Также не хватает ещё полного комплекта. Но надеюсь, что как-нибудь повезёт. Как всегда, спасибо всем за просмотр. Если понравилось, пишите, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»